Сегодня, в день победы над фашизмом, я как внук дедов, что отдали свою жизнь после войны за ошибки врачей, столкнулся с фашизмом, впрочем, как и каждый день из года и четырех месяцев, что я под психотеррором. Один мой дедушка Николай был героем войны, дошедшим до Берлина, и был награжден серебряной звездой, впрочем, как и другими медалями. Второй дедушка Владимир после войны работал в разведке. Мои более глубокие корни уходят к кулакам, что были раскулачены, и к казакам, что служили правдой и верой государству, охраняли дальние рубежи. Бабушки были ветеранами труда, отец – заслуженный строитель России, мать была награждена как лучший бухгалтер года. Я не успел получить своих наград и проявить себя в полной мере, но меня, как внука, тех предков, что отдали свою жизнь государству ради безопасности и благополучия России, уничтожают в прямом смысле. Каждый день насилуют мой организм воздействиями запрещенного оружия, психотронного облучения вкупе с волновым. В итоге мое сердце уже не выдерживает нагрузок за полтора года мучений. А ведь я занимался спортом и здоровье это время назад у меня было идеальным, по заключениям и анализам тех же самых врачей. За эти полтора года я приобрел множество болезней. На меня покушались, были несколько заказных избиений. На мой компьютер и телефон идет постоянная атака. Сегодня снова взломали учетную запись Microsoft. Итак, вернусь к видеоматериалу, что я записал пару дней назад и за что меня насилуют и угрожают расправой. Масоны, иллюминаты, кабала или череп и кости. На кого работают псиопы и кого хотят подставить? Ясно одно, система правоохранения уже под ними. А значит ни о какой безопасности населения не идет речи. Отрабатывается сценарий беспредела, а заодно нарабатывается компромат на тех, кто купился на их уловку и начал брать денег. Теперь слуги закона не служат закону, а доллару, в который они вкладывают свою совесть, честь мундира и продают остатки души за медики. Атака на все мои аккаунты продолжается. И это уже даже по сравнению с увечьями, нанесенными здоровью, а это теперь вечно раскалывающаяся голова, постоянное чувство усталости, лишь только страдания, что мне приходится выносить. Подведя итоги года и четырех месяцев пыток, я могу подытожить на данный момент, что у меня за это время начали разваливаться суставы, руки, плечи, колени, щиколотки, позвоночник, что никогда не было даже при занятии. Так что проверяйте себя чаще по местонахождению. Как я говорил, даже после того, как своровали почты на Mail.ru и Google, мой ноутбук мне демонстративно блокировали дистанционно. Мою учетную запись на айфоне также заблокировали. Я находился более 13 дней в ожидании, когда разблокируют мою учетную запись на айфоне. До этого в предыдущих видео я рассказывал, что по нему лазили. Как лазили по телефону и отправляли с него файлы. Так и с компьютера лазили и отправляли файлы. Ничто не защищено. Забудьте о конфиденциальности своих данных, о безопасных мессенджерах и прочей наивности. Все взламывается, все просматривается. Крайне рекомендую пользоваться двухфакторной идентификацией, завязанной на номер телефона или Google-индификатор. Хотя это тоже, как вы понимаете, не является панацеей. Лишь усложняет задачу хакерам. Так как после взлома учетной записи айфона я потерял доступ ко всем идентификаторам в нем, а означает и аккаунтом. А это и биржи криптовалют и прочие аккаунты. Все, чтобы замести следы. И я не мог обратиться в суд на Евдокимова Николая и стребовать 4 миллиона рублей, что вложил в его фонд. Но я оставил скоренные файлы некоторых перечислений. Также есть информация, что номера сотовых операторов могут хакерами дублироваться. Так меня донимали с поручительством на кредит какой-то Ангелине и постоянно просили к трубке какого-то Давида. Снять денег с ваших счетов не представляется большой сложностью. Так я платил долгое время за непонятные двойные тарифы мегафона, а с кредитной карты пробовали снять денег в другой город. К сожалению, автоматически Сбербанк не собирается расследовать такие факты мошенничества, а обращаться по новой в полицию, в которой не первый раз участковый следователь и так далее бегает от тебя. Сами понимаете, бесполезно. Как обращаться по злому в ваших аккаунтах? Как вы думаете, каков процент успеха раскрытия таких дел? Задумайтесь, кого сейчас берут в полицию и как их воспитывают и обучают. Судебные приставы за штрафы, которых я не видел в лицо, без суда и следствия снимали из карточек Альфа-банка и Сбербанка деньги. Карточки кредитные. Снимали кредитные деньги. Судебные пристава. То есть это тотальный беспредел вообще. И когда я прихожу в банк и спрашиваю, как же так может быть? Мне отвечают, такого быть не может. Я им показываю, понимаете, они просто молчат, блядь. Как куклы тупые. Из нас пытаются кукол тупых теперь сделать, понимаете? Я не знаю кто. Я не знаю, что за организации. Весь народ пытается сделать куклами тупыми. С этими коронавирусами и прочей залупой всей. Сейчас роняют бизнес, чтобы отжать у вас его. Чтобы вы на работу теперь не смогли устроиться. А потом на карточки на вас посадить. А потом с этих карточек снимать все что угодно. Они в рот и в душу всех ебали. Совсем охамели. И вы народ это поощряете. А таких, как я, готовы сказать слово. Берут и затыкают им рот. Специально. Или провоцируют, чтобы я снимал вот эти вот видео о беспределе. Чтобы показать потом. Какая у них власть. Что они выбыть могут любого. Без суда, без причины, без следствия. Я потом покажу эти лица еще. Здесь пол дворя, прокуратура и следственного комитета занимаются этой хуйней. То, что я вижу, пытаюсь им доказать, объяснить, нарываясь на агрессивное поведение и абстрагированность в банках. А теперь банки будут планировать с меня последние бабки стянуть. За то, что я должен остаться без работы. За то, что я должен вот эту залупу по ушам слушать, катать круглыми сутками. Что я не могу устроиться теперь на работу, потому что выспаться невозможно. Слушай, этих дебилов, наркоманов, блять, ебаных. Очнитесь, люди. Мы живем в государстве, где система создана для того, чтобы обеспечить и прокормить себя. А также оградить недовольных граждан от элит. Это тех самых, которые успели прихватизировать, своровать и упереть. Кто не спитил миллиард, тот лох, да? Вы посмотрите в правительстве, кто работает. У всех дети за границей. Посмотрите телевизор засранцев этих зажратых. У них у всех недвижимость за границей. Они уедут и бросят Россию. И бросят вас. А вы каждый день этим просмотром телевизора этого фуфла ебучего поощряете, понимаете? Каждый ваш включенный телевизор каждую секунду означает монетизацию, означает деньги для этих ублюдков. Понимаете, вы сами кормите таких, как Соловьев и так далее, пропаганду эту вонючую. Вы сами эту кормите, всю шваль. Итак, травля устроена таким образом, чтобы у вас не оставалось сил даже идти на работу. Не то, чтобы разгрести все это дерьмо, что они вам подкидывают. При этом посмехаясь над вами, вас угнетают всеми доступными способами. Это цифровое рабство 21 века с изочеренными пытками, на который правительство Российской Федерации закрывает глаза. Потому что занимается этим под прикрытием прохранительная система. Та же самая шнази. Поизучайте эту организацию. Как говорит интернет, Путин был причастен. И к шнази, к ФСБ, еще раз повторяю. Как так происходит, что наш президент хуй на это клал? Сама система становится террористом, лишь бы остаться у власти. Остается одна мысль. Это эксперимент по подавлению и перепрограммированию личности, финансируемыми преступными группами согласия и содействия правоохранительных органов. Или что? Еще раз спрашиваю. Президент на это забил или просто не доходит до него информация? Что нужно сделать, чтобы дошла до него информация? Я готов поехать в Москву и оббивать тогда пороги до тех пор, пока кто-то не услышит. Вы думаете, меня пустят? Сколько этапов заградительных я пройду, прежде чем даже сраная записка или письмо или что-то попадет? Вы думаете, Путин прочитает? Или Медведев прочитает, который отвечает за безопасность сейчас? Будьте уверены, медицинские учреждения также в курсе операций. И все сводится к тому, чтобы сделать вас сумасшедшими. По сути дела, потерянными и зацикленными. О, бедные люди, сколько невинных жертв оказалось в сумасшедших домах из-за того, что доверились в медицинской системе, которая точно нужно знать проводит свои эксперименты. А каждая больница – это частный бизнес-проект того, кто его крышует. Зарабатывает на всем, начиная от рекомендаций ненужных вам лекарств или аналогов по завышенным ценам, ссылаясь на оригинал. Заканчивая ссанными матрасами, завернутыми в полиэтилен, чтобы они дольше сохраняли товарный вид. Что говорит о том, что мне однажды в первой советской травматологии пытались систему поставить, которая прошла уже по всей палате. Типа, ты 20-й будешь. А я, мол, а вы что, только иглы меняете? Так здесь страшно, чтобы не выбрасывать иглы, втыкал их иглами в трубочку, по которой течет система. Вот их медицина. Вернемся к псиопам. Данные группы часто нацелены на одиноких людей или людей, у кого разобущенные семьи, а также на престарелых людей с целью завладения их имуществом. Корни этих разработок военные, поэтому и поступать с вами будут с военной жестокостью, как поступили со мной. Как я говорил, цель терроризируется вплоть до изнеможения или смерти. Все равно. Вы расходный материал, пока не докажете обратный. И эти дебилы тоже расходный материал. Псиопы тоже расходный материал, чтобы они знали. Потому что их потом будут чистить, они вечно не проживут и не проработают. А искусственный интеллект, который сейчас развивает, рано или поздно доберется и до них. Вот пусть эти псиопы подумают, что в их мозгах можно прочитать, пока они копошатся в наших мозгах. Пока они копошатся в наших мозгах. Пусть они подумают, что в их мозгах можно наковырять. Какого дерьма можно наковырять? Те, кто работают, не понимают, что занимаются террористической деятельностью. И также имеют все шансы быть расходным материалом, чтобы концы в воду. Как я уже говорил, самая жесткая, с чем сталкивается индивидуальная цель, полное отсутствие какой-либо поддержки со стороны правоохранительных органов. Наоборот. Это напоминает сначала маринад, потом травлю. Все мои обращения в органы по поводу того, что меня избили несколько раз перед этим, показав театральное шоу и спровоцировав инцидент, оставили без адекватного ответа от правоохранительных органов. От многих инцидентов, явно сконструированных, удалось убежать. Это тщательно спланированная акция по истреблению в человека воли. Мое здоровье за эти обе драки и за отравление этими псиоператорами неизвестным веществом-проводником было колоссально подорвано. Издержки, которые я понес, невосполнимы тем же органами, что проявляли халатность и коррумпированное отношение к чужой жизни. Известно, что оба моих адвоката были куплены. Оба эксперта СМО куплены. Возможно, выходили на работников прокуратуры. Что закон не имеет для него никакой силы. И он выше закона, когда он находится в зале суда. Этот судья. Он сидел и сгалялся. Я обязательно видео тоже выложу в интернет. Он сидел и сгалялся в здании суда над законом. Адвокатов покрывает адвокатская палата. Адвокаты были у меня. Артем Калинченко, Игорь Ефимко. Оба продажные суки. Также показали свою несостоятельность. Зря давали клятву Гиппократу. И увлечены в коррупционные заинтересованности в этом деле. Так как не просто слили его. А потворствовали всячески тому, чтобы правосудие не восторжествовало. Они хотели показать, что закона в России нет. Понимаете, эта организация всячески хотела показать. Что они теперь якобы здесь. И есть закон. И есть единственный судья. Который что хочет, то и делает. И так по первому случаю уже прошло два года и три месяца. По второму избиению более шести месяцев. Дело уголовное даже не возбуждено. Еще раз повторяю. Этот первый отдел полиции просто криминализирован. До безобразия. Мне уже несколько раз покушение, несколько раз дают пизды. И каждый раз они там продажные суки, блядь. Делают все для того, чтобы их дело не было возбуждено. Они делают все для этого. О самовольных суждениях экспертов и СМО, которые скрутились как могли профессионалы своего дела, могут лишь потирать слезы умиления. Даже непрофессионалы восторгались вопиющим незнанием законов, что больной свыше 24 дней на лечении уже средней тяжести здоровью, что говорить о сломанных черепах, поврежденных позвонках или сломанных носах. Да и вообще на будущее всем советам забыть гнилой БСМ «Шелковичный-177» в Саратове. Явно криминальное место вместе с Дубинкиным и прочей всей этой швалью. Будто там они в натуре передышали трупными ядами. Жажда денег затмевает у них воспоминания о всей той же самой клятве Гиппократа. Значит, они сектанты, все вместе. И все вместе отрабатывают бабки криминальные. А вы ходите верить им? Многократные обращения по поводу пситеррора в ФСБ заканчивались отписками, что мы рассматриваем и пересылкой к отделу номер один полиции или участковым ни по одному обращению, ни на соседей, ни на драки, ни на пситеррористов. Вообще тишина. Вообще тишина от них. Вообще тишина от полиции и прокуратуры. А мало того, надпись, которая была там, на улице. Россия. Психотронная тюрьма. Приехали рядом, поставили машину. Ребята закрасили. А здесь по кругу было около прокуратуры надпись есть. Все закрасили. А ботов с закладками наркоманские оставили. У меня часто побаливает сердце и появился тремор. Помимо поставленных диагнозов дисгидроз и нейродермит диффузный, впереди могут ожидать множество диагнозов. Хотя полтора года назад мое тело выглядело на 25, я чувствовал себя на 25. Теперь я чувствую себя лет на 50. Меня в прямом смысле дедосит, закидывая множеством проблем, чтобы я не мог заниматься делами. Круглосуточная дитос-атака на мозг не дает собраться и заняться насущными проблемами. Искать работу и зарабатывать. Вместо этого пришлось брать кредиты. И впереди меня ждет банкротство. К этому меня и подталкивали. Кто именно? Будем считать их сектантами. Потому что ими насыщены многие структуры. Я так понимаю, связка ФСБ, полиция, прокуратура, БСМ и прочая медицина. Да, еще осталось узнать, откуда именно взялась аудиалка. Не для того ли клали в клиническую больницу один. И не для того ли на самом деле были организованы две драки. Для того, чтобы класть в больницу и там делать заборы, проводить анализы и дальше смотреть, вводить вещество, благодаря которому ты можешь улавливать эти звуки, ловить эффект Фрея или нет. Значит, интересно, это действительно введено в клиническую больницу номер один? Или второй сосед сверху из квартиры 66? Прямой сосед квартиры 65, где постоянно ходят круглыми сутками, бегают зад-назад, говорят, что работают. На самом деле работающих я там не вижу. Я вижу то, что там постоянный балаган круглыми сутками. При этом мои речи, которые происходят у меня в голове, непосредственно связаны с деятельностью физической, которая происходит наверху. Так вот, мне интересно, терроризирует ли и облучал ли меня тот человек, который набивал мне эту татуху, вот эту вот тату, находится квартира, как я говорил, параллельно 65-й квартире, то есть сверху. От меня это чуть-чуть вдаль. Зовут товарища Юджин, занимаются татуировками. Я считаю, как один из способов введения данных веществ может быть татуаж, понимаете? То есть татуировки. Возьмите себе на вооружение. Вся организация не желает, чтобы дела вышли наружу. Судя по всему, первый раз атаковали офисы, чтобы ввести вещество. А второй раз на проспекте Кирова, как и угрожали в идеалке операторы, стащить с меня браслеты. Первое дело развалили успехами полиции, адвокатов, БСМ, и судьи, что являются повальными коррупционерами. Второе дело. Несколько раз возвращали в полицию прокуратуру. Оно до сих пор не возбуждено. Пока отписки пишет прокуратура, отдел полиции номер один во главе с Савельевым покрывает весь этот криминал, я уже не раз писал, что вам в цвет дают взятки. Я до сих пор в шоке, что Саратов богом позабыт, и здесь процветает криминал. Что говорить, если бывшего прокурора области по случайному совпадению однофамильца убили и назвали улицу в честь него Григорьев. Чтоб вы ботов этих набирали с телефона и могли наркоты себе купить, понимаете? А правду взяли просто и закрасили, как будто не было ничего теперь. С одной стороны, Крумпиры надел, с другой стороны, малоквалифицированные участковые. Что они понимают в нелетальном якобы оружии, а? Круг замкнулся. Все органы ссынуляются друг на друга, спихивают работу и ответственность. К судям вообще претензий прокуратура, к примеру, не собирается предъявлять. Вообще никаких претензий. А кто там влияет на судей? Я писал в Верховный суд. Они тоже отписываются. Я писал в Уполномоченных по правам человека при президенте. То же самое никто не влияет. Кто влияет на судей? Что с судьей пошел, и все, начинается беспредел? Что хочешь, что и творишь, что ли? Кулинаров туда берут, да? Или ветеринаров? Похуй, главное, корочку получить. Эдакие вне закона получаются. Сами, значит, должны нести и букву закона. Но если они не суд, то и за жопу такого хама еще взять целая задача. Оказывается, никто не власти над судьями. Снова коррупционный круг замыкается. Как луковица. Одно отдираешь, а там новое, блядь. Одно отдираешь, новое, блядь. Хоть где-то есть правосудие вообще в России или нет, или жопа полная. Снова коррупционный круг замыкается. А проще всего понять. Цепь полиции, прокуратура, БСМ было бы как раз контролировать через деятельность судей, которых никто не контролирует. Этих судей должен контролировать народ. Понимаете? Теперь должен контролировать народ. В каждое помещение, где проходили выборы президента России хватило по камере. Вот пусть хватит по каждой видеокамере в каждый суд. И пусть люди, как за выборами, наблюдают за судом. Вот какие нужно по равке делать в Конституцию. И пока есть время требуйте, чтобы за судом можно было наблюдать народу. Понимаете? Чтобы он контролировал судей. Потому что через суд можно в обратную сторону отмотать. До полиции и до прочих всех, кто всей этой херней занимается. Криминалы. Еще раз, в связи с этим есть гениальное предложение, как организовать судей. Во-первых, поставить видеокамеру в каждом суде. Во-вторых, предоставить народным избранным юристам контролировать в реальности. А заодно и всем желающим онлайн через сеть. Что происходит конкретно в судах? Тогда суды станут более прозрачными и покрывать деятельность нечестивых прохоронителей и медиков в суде станет намного сложнее. Далее использовать технологии блокчейн для однотипности дел, что сильно разгрузило бы судей, да еще дало бы им какого-то лишнего образования. Рассказываю вам, что умираю, а сам до сих пор заботюсь об этой стране. Просто бред. Как первое видео на канале, где я записывал видео интервью в лидеры России. Заявку тогда я оставлял сидя почти в одиноком поезде посреди затопленного вокзала. Все помнят ту чрезвычайную ситуацию, когда на Черном море посмывало мосты до дороги два года назад. Берегите себя, не доверяйте любым службам, тщательно слушайте, что вам втирают. По большей части от вас хотят избавиться, лишь бы вы не надоедали. Судя по всему, что происходит и с жертвами пси-операторов, криминализированные военные ФСБ куражится, управа на них никто найти не может. На все обращения в этом плане идет отмашка. Мне жаль эту страну, мне жаль разрушенную свою жизнь. Я не уверен, сколько я еще смогу вещать, сколько делиться важной информацией. Я уверен, что все жертвы должны объединиться и сфокусироваться на глушилке аудиолог, так как они реально лишают жизни человека. Найти профессионалов во всех сферах, чтобы оградить свою интимную жизнь. иметь право быть свободными хотя бы внутри головы. Далее уже каждый поймет, как сможет наладить свою личную жизнь. Искать их вживую, или чинить самосуд, или уходить в деревню, горы, искать уединение от этих частот, чтобы спасти свои мозги, спасти свою жизнь. Берегите себя, как умеете. Подписывайтесь на мой канал Гид по Матрице Майнхейст. Всего доброго. Еще одно важное дополнение. Когда вы выбираете кого-либо из депутатов, все равно, любые выборы, вы заметили на бюллетене хоть какая-то весточка от вас, кроме галочки, есть? Вы понимаете, насколько легко тебя просто завели, как барана, блядь, с паспортом. А после этого накидали, блядь, в эту урну, насрали, блядь, сколько угодно с любыми галочками. Так для чего эти паспорта тогда? Чтобы явку посмотреть? Интересуешься ты или нет? Какая разница, как ты проголосовал, если на бюллетене нет ни твоей ни фамилии, ни имени, ни подписи? Ничего нету. Ни паспортных данных. Если вы хотите колоссального изменения в стране, добейтесь того, чтобы новой поправкой в Конституцию было обязательное указание всех данных гражданина паспортных, чтобы потом по каждому голосу можно было проверить. а до этого это все фуфлом и маскарад. Людей держат за скот. если народ хочет честно, пусть он тогда задумается и перестанет смотреть эту вонючую пропаганду по телевизору. Пусть перестанет на себя костюм лоха надевать каждый вечер и смотреть это шоу театральное. Там реально все для дебилов. одумайтесь, люди, что происходит в стране. Всех ставят под контроль, всех ставят раком и начинают с деятельных людей, а потом займутся всеми. Абсолютно всеми. Если сидят в ФСБ, там думают, что их не тронут. Пусть посмотрят, сколько их товарищей полегло в пенсионном возрасте или чуть-чуть пораньше. Пусть посмотрят, если военные этой хуйней занимаются, пусть посмотрят, сколько их подполковников, генералов тоже полегло, бля, при неизвестных обстоятельствах. Если полиция занимается, пусть посмотрят, сколько их сажают, бля, теперь. О том, что они охуели в крае. И пусть криминальные люди тоже задумаются, чем все это дело закончится. Если сами в стране люди не разберутся, придет Китай и Штат, и они разберутся. И здесь все хуй сосать будут за маленькую монету, за сдачу. Очень жалко, что сейчас происходит в России такой беспредел. И всем наплевать. Очень жалко, что сейчас столько жертв и в Америке. Теперь понимаете, два гегемона. Задумайтесь еще раз. жалко, два гегемона. Субтитры